Уважаемые коллеги, начинаем заключительное пленарное заседание 2-го съезда Российского общества политологов. Нам предстоит довольно серьезная работа. Сейчас мы подведем итоги работы секции нашего съезда, научной его части, и затем примем резолюцию. Проект у каждого из вас этой резолюции имеется. Начнем работу. Первая секция – политические процессы на федеральном и региональном уровне в период электорального цикла 2016-2018 годов. Основные акторы, стратегии и технологии. Итоги секции подводит со-модератор Валерий Иванович Коваленко. Пожалуйста, Валерий Иванович. Уважаемые коллеги, секция тема вызвала очень большой интерес. Потому что она касалась, прежде всего, тех проблем, которые связаны с особенностями протекания политических процессов в нашей стране. В связи с электоральным циклами последнего времени. Естественно, что были представлены очень широко наши регионы. Было представлено 23 доклада из различных городов, областей нашей страны. Это Москва, Санкт-Петербург, Ульяновск, Чита. Ну и многие другие. У вас есть программа. Перечислять я не буду. Такие темы, прежде всего, стали предметом нашего обсуждения. Естественно, что, коль скоро в название секции была вынесена эта очень важная проблема, связанная с электоральными процессами, то очень большое внимание было уделено вот тем событиям в наших регионах, в большинстве наших регионах, которые были связаны с выборами и особенностями этого электорального цикла. Я бы отметил, что анализ был достаточно проблемным. Прежде всего, внимание было уделено тем изменениям в динамике и в характере протекания политических процессов, ну и тех моментов, которые нам предстоит решать. Вот эта рекомендательная часть, связанная все-таки с активизацией населения, с дальнейшей институционализацией политических партий в нашей стране, всеми теми возможностями и особенностями программных установок политических партий, вот это было предметом нашего рассмотрения. Но я бы хотел отметить, что дело же, конечно, не сводило столько проблематики, которая связана непосредственно с выборами. Вопрос затрагивал и другие особенности. Если внимательно посмотреть на те основные сюжетные линии, которые были представлены на нашей секции, то очень серьезно и основательно рассматривался вопрос относительно всего того, что связано с совершенствованием нашей партийной системы. Вот это было одним из центральных вопросов, которые рассматривались нами. Далее, не менее важным вопросом выступал вопрос относительно того, что связано с возможностями, ну скажем, активизации, и субъектности различных движений, которые представляют собой, выражают собой вот тот громадный потенциал, который имеется в нашем обществе, который еще не полностью реализован и который связан, конечно же, прежде всего с гражданскими инициативами. Здесь рассматривались вопросы, связанные с дальнейшим развитием обратной связи. Рассматривался вопрос, который связан с теми ситуациями, рождаемые вот такой многосоставным характером нашего общества. То есть, поднималась и проблематика наших национальных отношений, различных сегментов нашего политического и экономического бытия. В частности, очень серьезно и проблемно стоял вопрос относительно развития, вот, оптимизация отношений между властью и нашим бизнесом. Поднимались вопросы, которые связаны, и это подчеркивалось в качестве важной и необходимой части нашего политического развития. Это, несомненно, духовное оформление происходящих перемен. То есть, речь, так или иначе, причем в остро проблемном ключе, рассматривалась в связи с проблемой ценностей, и, скажем, поднималась проблема, скажем, национальной идеологии и так далее. Я, как один из саммодераторов, хотел бы отметить очень большую заинтересованность наших коллег из различных городов страны, и хотел бы от имени руководства нашей секции поблагодарить всех участников, которые действительно проявили и продемонстрировали и высокий профессионализм, и вот такую хорошую заинтересованность в осмыслении очень важных проблем, стоящих перед нашей страной. Ну и, пользуясь случаем, поскольку я здесь выступаю первым, вот как саммодератор одной из секций, я хотел бы передать тоже руководство университета организаторам конференции. Это звучало во всех выступлениях. Это были хорошие, искренние слова. Поблагодарить организаторов, поблагодарить Казанский университет за те возможности, которые были созданы нам при обсуждении их важных вопросов, вынесенных в повестку дня нашего второго съезда российского общества политологов. Спасибо. Спасибо, Валерий Иванович. Коллеги, участники съезда, давайте мы все-таки установим регламент, поскольку у нас довольно большое количество выступающих от секций круглых столов. Пять минут. Пять минут на каждому выступающему. Согласились? Спасибо. Слово представляется Владимиру Ивановичу Якунину от секции политического участия россиян в контексте социально-экономических изменений, ценности, мотивации, идентичности. Пожалуйста, Владимир Иванович. Спасибо большое, Андрей Юрьевич. Уважаемые коллеги, я начну с того места, где остановился Валерий Иванович. Я хочу тоже присоединиться от имени секции и самостоятельно хочу поблагодарить наших уважаемых партнеров и хозяев, которые обеспечивали такие условия для жизни и для работы. Поэтому, Эльшет Равкатович, Энгель Иванович, я прошу также передать это председателю правительства, которого президент попросил курировать организацию нашего съезда. Я думаю, что, коллеги, вы все ко мне присоединитесь со словами этой благодарности. Что касается работы секции, не пересказывать бесполезно это невозможно. Могу только сказать, что точно так же, как и в секции номер один, несмотря на то, что ее наименование звучит как политическое участие россиян в контексте социально-экономических изменений, ценности, мотивации, идентичности, естественно, что те 15 докладов, которые были представлены, во многом выходили за рамки этой достаточно ограниченной темы. Потому что, как только вопрос касался цивилизационной идентичности, как только вопрос касался мотивации, как только вопрос касался ценностей, ограничиться только электоральным процессом, рассмотрением, как эти элементы влияют на электоральный цикл, было практически невозможно. Мы заслушали 15 докладов, в секции приняли участие не только политологи, приняли участие и представители молодежного крыла РОПа, приняли участие несколько депутатов от различных фракций. И мне представляется, что вот этот симбиоз и науки, и практической политики, и молодых, которые участвовали в обсуждении, создал специальную атмосферу на самой этой секции. На чем бы хотел отдельно остановиться, совсем немножко. В выступлении ряда наших коллег, поскольку я не могу всех перечислить, я не буду их называть с вашего разрешения, и иностранных, и наших российских коллег, звучали, на мой взгляд, чрезвычайно важные выводы, которые можно было бы положить в основу формирования научно-исследовательских планов любого университета, и нашего, московского, и любого из тех, кто сегодня здесь представлен нашими коллегами. Ну, например, один вопрос о субъектности и гражданственности, или гражданстве. Отдельная тема совершенно. И мне кажется, что вполне достойно для того, чтобы она была развернута. А как вам нравится высказывание, классификация традиционный либерализм, неолиберализм и постлиберализм? И это говорил иностранец, который в последнем случае сказал, что постлиберализм отрицает возможность плюрализма. Опять-таки, мы с вами на пленарном заседании говорили о том, что мы иногда пытаемся в прокрустово ложе понятных образов загонять совершенно новые процессы, которые не изучены, и которые, соответственно, должны получить определенные новые дефиниции и определенную научную терминологию. Я бы также хотел отметить, что большую дискуссию вызвали вопросы о доминировании ценностей общества над ценностями личности. Опять-таки, не имея возможности, не могу по этому поводу высказывать свое мнение, могу только сказать, что мы все сошлись на том, что эти вопросы также подлежат глубокому исследованию и отнюдь не так просто решаются, как можно было бы это изложить в 10-минутном докладе. Представляется также, что важный вывод, но это отнюдь не мы открыли этот вывод, заключался по итогу в том, что ценности определены как основа стратегии национальной безопасности. А коль скоро это так, то, по всей видимости, намечившаяся тенденция взаимодействия нашего общества с властью, как это звучало в словах уважаемого руководителя Государственного Совета Татарстана, по всей видимости, становится чрезвычайно актуальным. Я, пожалуй, на этом бы закончил свое краткое выступление, уважаемые коллеги, могу только сказать, что, участвуя в секции и как модератор, и общаясь с коллегами в кулуарах, могу сказать, что мое личное субъективное мнение заключается в том, что весь уровень проведения съезда, дискуссий, которые здесь происходили, безусловно, весьма-весьма высок и достоин того названия мероприятия, которые мы им присвоили, съезд, пропах, второй. Спасибо. Спасибо, Владимир Иванович, за выступление. Третья секция. Ключевые тенденции миропорядка и внешней политики России начала XXI века. Павел Афанасьевич Сыганков, пожалуйста. Уважаемые коллеги, от имени участников секции я тоже присоединяюсь ко всем словам благодарности в адрес наших организаторов, в адрес принимающей стороны и, конечно же, всех участников и той атмосферы, которая здесь была создана в творческой дискуссии и неуемного поиска истины. Наша секция работала, было заявлено 51 доклад. Мы успели за отведенное время обсудить, вернее, предоставить слово с выступлениями, с докладами 26 участникам, которые выступали в среднем по 10 минут. В дальнейшем мы оставили небольшое, к сожалению, время для свободной дискуссии. В целом у нас тематика распределилась по четырем направлениям. Первое – это вопросы теории. Здесь достаточно интересно обсуждалась проблема кризиса в теории международных отношений, которая, в общем-то, сопровождает, мне кажется, любую теорию на всех этапах ее развития. Это нормальное состояние теории, тем более в такой переходный период, который сегодня все мы переживаем. Достаточно интересно была представлена, но пока еще не концепция, но наметки и концепции перехода к теории международных отношений, вернее, к методологии международных отношений, основанных на использовании, я бы сказал, аналитического аппарата и методологии естественных наук, в частности, физики и так далее. Далее, что касается вопросов теории, обсуждалась проблематика, связанная с пониманием кризиса современных международных отношений и мировой политики в целом. Вторая проблема, которая обсуждалась, это проблема миропорядка. Если по первой проблеме у нас выступило 7 человек, то 9 человек выступило по вопросам миропорядка. Здесь обсуждались вопросы, связанные с биполярностью, новой биполярностью, полицентричностью, как это понимать, какое место здесь занимает, может занять Россия и так далее. И непосредственно близко к этому обсуждались вопросы региональной политики, региональной политики в контексте процессов, меняющегося миропорядка. Но наибольшее количество докладов было по внешней политике России, и здесь было высказано достаточно много интересных идей, а самое главное, много интересных надежд, связанных с политикой России сегодня и завтра. У нас на секции выступило 10 иностранных участников, и в конце мы остановились на дискуссии, или вернее попытались развернуть дискуссии в рамках отведенного времени, оставшегося времени, касающегося вопросов цивилизационного характера и вопросов ценностей. И здесь мы примерно в том же направлении обсуждали, которое здесь было обозначено и по второй секции, Леонид Иванович, здесь мы почти совпали. Спасибо за внимание, коллеги. Спасибо, Павел Афанасьевич, за выступление. Четвертая секция – эволюция коммуникационных технологий и политических процессов современной России. Александр Иванович Соловьев, пожалуйста. Уважаемые коллеги, наша секция была посвящена обсуждению крайне актуальных вопросов, связанных с информационно-символическим обеспечением и государственной политики различных политических проектов. Было заслушано 15 докладов, причем были представлены и столичные школы, и региональные, и выступали известные профессора, специалисты, и аспиранты, и магистры. И в этом отношении, на мой взгляд, сложилась очень удачная конфигурация идей, которая, по крайней мере, помогла сформулировать и поддержать ряд положений, которые мы считаем осевыми для данного направления политической науки. Конечно, всех аспектов невозможно отразить в данном случае, но я бы хотел остановиться на трех вещах, на наш взгляд, очень принципиально. Во-первых, была подтверждена мысль о том, что сейчас от плотности политических коммуникаций, от их эффективности, интенсивности, зависит и качество государственной политики, и любых стратегических проектов, которые разрабатываются государством, как в центре, так и в регионах. Поэтому, в зависимости от того, какие смыслы, символы, образы будут восприняты как мотивирующие структуры в поведении, во взаимодействии власти и общества, зависит эффективность получаемых результатов. Это, конечно, ставит серьезные задачи и, с одной стороны, перед специалистами в области конструирования политических коммуникаций, и со стороны тех людей, которые занимаются профилированием массового и группового сознания. Второй момент, на который хотелось обратить внимание, состоит в том, что на наш взгляд сегодня осевой проблематикой в данном направлении является соотношение технологий оффлайн и онлайн-политики, то есть традиционных механизмов политического участия, мобилизации населения, проектирования политического, и тех технологий, которые сегодня совершенствуются и развиваются в виртуальном пространстве. И здесь мы обнаружили такой факт, что не только наука, но и политическая публицистика отстает от тех новых технологий, которые вводятся сегодня в информационном пространстве. И в этом плане, конечно, перед исследователями стоят очень серьезные задачи для вот этого догоняющего, сопровождающего практику аналитического контента. И третий момент, на который хотелось обратить внимание, и это тоже, с нашей точки зрения, очень принципиальный момент, как развивается язык публичной политики и язык власти, политическая риторика и та знаково-языковая система, которая обращена к групповому и массовому сознанию. И вот в этом отношении было констатировано, к сожалению, печальное событие, что у нас очень мало специалистов, которые занимаются политической риторикой, политической семантикой, то есть теми вопросами, которые, собственно говоря, и призваны обеспечить вот эти контакты и взаимодействия между представителями власти, различных органов власти, институтов, сетевых коалиций и различными группами общества. Ну, вместе с тем, хочу сказать, что бурное обсуждение докладов, которые прозвучали на секции, оно внушает оптимизм, что эти задачи будут решены, мы еще не раз подискутируем относительно этих сложных вопросов. Хочу в заключение выразить действительно благодарность организаторам за очень четкую работу, за создание действительно хороших условий для академического дискурса. Спасибо. Спасибо, Александр Иванович. Марина Михайловна Мщедлова от секции «Отечественные политические традиции. История и современность». Пожалуйста. Уважаемые коллеги, у нас была очень интересная секция «Отечественные политические традиции. История и современность». Конечно, проблема политических традиций и традиций сегодня, я так поняла, были поставлены уже на первых пяти секциях и наверняка вызвали большое обсуждение. Не случайно сегодня и понятие «традиция» и соответствующий референт, наверное, являются ключевым современным осмыслением политического процесса, вызывают бурные дискуссии. На эту тему пишутся книги, гремят публичные дискуссии. Но в любом случае мы начинаем переосмысливать сам феномен традиции в современном мире. И это ставит нас перед более серьезной проблемой в выработке новых познавательных схем политики и, соответственно, объяснении политического процесса. Но для того, чтобы что-то объяснять, иногда надо опираться на исторический опыт. И, конечно, сегодня на нашей секции мы смогли заслушать, ну, с моей точки зрения, это мало. Мне бы, конечно, хотелось еще больше, настолько они были интересны. 16 докладов, и так же, как вот только что говорил профессор Соловьев, не только из Москвы, но и из регионов, в том числе и за границей, например, из Республики Беларусь, что не может не радовать, так это то, что, несмотря на такую большую диверсификацию предложенных предметов исследований, можно выделить ряд ключевых моментов, которые послужили аттракторами для дальнейших дискуссий. Во-первых, это понимание политической традиции и вообще традиции как таковой в политическом процессе сквозь призму символических контекстов, сквозь призму исторического памяти, сквозь призму символического единства и через постановку соответствующего проектного будущего. Во-вторых, это константы и истоки политических традиций, а также определенная их вариативность сегодня. И здесь внимание было сконцентрировано на таких моментах, как этатизм, нигилизм, коррупция, но с другой стороны патриотизм как такой позитивной ценности. И вызвало это действительно очень оживленное обсуждение различной точки зрения, которые затем позволили где-то продвинуться дальше в понимании тех или иных проблем. В-третьих, очень интересный сюжет, это собственно специфика политической традиции в России сквозь призму социокультурного фактора. И, вы знаете, вот этот момент мне тоже показался, нам всем показался очень интересным, потому что он был очень разнообразен. То есть социокультурную специфику рассматривали и сквозь призму принципы славянства, и как такой дискурсивной особенности сквозь призму ислама в политической традиции, зарубежные контексты политической традиции, например, адаптации молодежи за рубежом, также сквозь призму социальных слоев, например, русского офицерства и многих других. И действительно, вот это пересечение политической традиции и поиск определенных социокультурных моментов, он же отражается и в дискурсивном пространстве, и не случайно одна из тем очень интересного доклада, которая прозвучала, это была дискуссия относительно нормандской теории в истории, в российско-исторической науке, политической науке, которая затем маркирует определенные границы разломов в идеологическом пространстве. Четвертый момент, который заслуживает особого внимания, это, конечно, исследование политической традиции как рефлексивной традиции, как, скорее, исследование политической науки, собственно, в России. И прозвучали доклады о достаточно не столь востребованных сегодня, и, к сожалению, почему не востребованной собственная российская традиция политического знания, осмысление традиций в политическом процессе. И, например, доклад прозвучал о Ковалевском, но также не менее нужный доклад об исследовании государственности и политических традиций русскими в Харбине. И последний сюжет, наверное, стоит немножко особняком, но без него вообще бы, наверное, наша секция была бы неполной, а это именно пересечение сквозь призму традиций, исследования политической реальности и искусства, а также традиции инноваций по пересечению двух сфер политики и образования. В любом случае, хотелось бы сказать большое спасибо также организаторам за предоставленную возможность очень плодотворной большой дискуссии и вот для того, чтобы получать представление о ключевых моментах, которые сегодня волнует политологическое сообщество. Спасибо большое. Спасибо, Марина Михайловна. От секции «Этнополитические процессы в современной России» докладывает Владимир Юрьевич Зорин. Пожалуйста, Владимир Юрьевич. Что? Вы предложили себя. Большаков, Андрей Георгиевич, пожалуйста. Спасибо, Владимир Юрьевич. Спасибо за возможность высказаться здесь на заключительном пленарном заседании. Я представлял шестую секцию, являлся со-модератором. Хотя основную тяжесть по насыщенным вопросам, которые мы сегодня обсуждали, вынес наш всегда прекрасный модератор и один из корифеев этнической проблематики, специфики этих вопросов Владимир Юрьевич Зорин, без которого, я думаю, эта секция не состоялась так, как она сегодня прозвучала. Мы разобрали с коллегами 22 доклада в общей сложности, то есть работали достаточно интенсивно. Но в том нашей дискуссии был задан тем совещанием экспертного совета с президентом Российской Федерации, которое, вы знаете, состоялось на рубеже октября и ноября 2016 года, и все присутствующие знают, что там была поставлена задача перед различными субъектами сформировать в России гражданскую нацию, и это должно быть в ближайшее время закреплено в законе. Но понятно, что процессы законотворчества не совпадают по времени с теми социальными, политическими, этническими, религиозными процессами, которые идут в реальной жизни. Вот, соответственно, как обеспечить реализацию этих процессов, мы в секции и, значит, вели достаточно такие большие дискуссии. Но я могу сказать, что, значит, вот этнополитическая проблематика, она включала не только этнические проблемы. Вот очень часто мы говорили о, значит, вещах, связанных с религией, политических аспектах, значит, религиозных различных течений и направлений. Ну и третий момент, без которого немыслимо сегодня разобрать проблемы этнополитики, это миграционные составляющие. Очень многие доклады были этому посвящены. Наверное, нет смысла, да, выделять по фамилиям, значит, выступивших докладчиков, тем более на это и нет соответствующего уровня. Я бы сказал только, что, значит, очень, значит, обширно была представлена кафедра, одна из базовых кафедр, значит, которая существует в России по этнополитике Санкт-Петербургского государственного университета. Значит, выступали с этой кафедрой не только всем известные, значит, специалисты, как Ачкасов Валерий Алексеевич, но и ряд его учеников. И, соответственно, вот все 22 выступления, они были направлены на то, чтобы дать еще и практические рекомендации. Ну, что понравилось лично мне, что большая часть тех выступлений, которые мы сегодня прослушали, и, значит, они содержали исследовательскую составляющую, то есть на тему этничности, на тему религиозности, на тему миграционности, очень взрывоопасные все три темы, можно говорить, имея в руках конкретные эмпирические данные и, соответственно, уже это переводить на уровень теории. С чем, собственно, значит, на мой взгляд, как одного из сомнодераторов, значит, мы достаточно успешно справились. Поэтому всем огромное спасибо, кто работал вот в этой шестой секции. Спасибо. Спасибо, Андрей Георгиевич. У нас также прошли круглые столы, на которых также заявлялись очень интересные злободневные темы. Первый круглый стол – актуальные проблемы современной молодежной политики в России. От него выступает Галина Викторовна Морозова. Уважаемые коллеги, круглый стол по молодежной политике в России обсуждение проходило в трех таких основных аспектах. Государственная политика, ее цели и задачи. Вторая составляющая обсуждения – это характеристика молодого поколения России как объекта государственной молодежной политики. И третий аспект – это роль политологического сообщества, в концептуализации молодежной политики. Было заслушано семь выступлений, которые завершились достаточно эмоциональной дискуссией. и по количеству заявивших свой интерес и желание выступить – это самый большой круглый стол. Здесь 15 докладов и 36 участников дискуссии. Мне думается, что значимость этого круглого стала, наверное, состоит не только в количественной составляющей, а в постановке самой проблемы. Нужна сегодня молодежная политика в России как самостоятельное направление государственной политики? Или она должна оставаться в таком формате, в котором она сегодня есть, когда доминанта при реализации государственной молодежной политики осуществляется в регионах. Вот это как бы одна сторона проблемы, и вторая сторона проблемы – это межведомственный характер молодежной политики сегодня России, которая не имеет, в общем-то, такого в полной мере центра ответственного за реализацию молодежной политики, поскольку занимается множество ведомств. Проблема еще актуализируется и тем, что молодежная политика – это ведь потенциал будущего общества, любого, в том числе и России. И что мы заложим сегодня в реализацию молодежной политики, таким будет будущее нашей страны. В этой связи очень значима концептуализация государственной молодежной политики. Это та проблема, о которой говорили еще вчера на пленарном заседании. – Галина Викторовна, регламент, мы договаривали в России 5 минутах. – Собственно, я заканчиваю. – Которая имеет, ну, практический выход, что ли, в политику. К тому же научные школы молодежные, которые формировались вот в Санкт-Петербургском университете, спокойный Лисовский Владимир Тимофеевич в Москве, в Уральском государственном университете. Этих школ уже нет. – Спасибо. – Спасибо. Вот на такой грустной ноте вы закончили. От секции «От круглого стола противоборства и сотрудничества в современной политике, от гибридных войн к гибридному миру». Слово представляется со-модератору Владимиру Леонидовичу Суворову. Пожалуйста, Владимир Леонидович. – Спасибо, Андрей Юрьевич. Я постараюсь буквально коротко, тезисно сказать о том, что круглый стол, как уже было сказано по заявленной теме, носил очень конструктивный, очень такой интересный, даже порой драматический характер, потому что проблема действительно была очень сложная. Это гибридная война. Сама понятия войны – это всегда боль, трагедия. И самое главное, что никто не знает, что с этим сегодня делать ни в Сирии, ни на Украине, ни в других регионах мира. Поэтому мы сразу договорились о том, что мы не будем вести такие, может быть, долгие доклады, давать слово, а выставили именно по принципу кратких таких выступлений с мнением экспертов. Я благодарен руководству РОП и Владимиру Леонидовичу персонально, который тоже нас поддержал и назвал наш круглого стола «Конференция в конференции», потому что действительно характер дискуссии был очень драматичный и даже иногда очень такой противоположной направленности, потому что заявлено было сразу, так сказать, вопрос, все-таки гибридная война – это миф или это реальность. Потому что сегодня есть как сторонники, так и противники этого названия. Особенно понятие гибридный мир тоже для многих это непонятно. Поэтому вот вокруг этих, вот это, так сказать, полемика и было сосредоточено вокруг этого, так сказать, понятия, что есть все-таки гибридная война и как ее воспринимать. Вот. Я думаю, что выводы, к которым мы пришли, они носят, я скажу, такой конструктивный характер. То есть и сторонники, и противники сошлись на том, что да, это сложный феномен нынешней социально-политической ситуации, да, его нужно изучать. Вот. И вот как Наталья сам сказала из Екатеринбурга, наша КПЛО сказала, действительно, сегодня характер угроз носит комплексный характер, и отвечать на них нужно тоже комплексно. И нельзя всем не скатываться к каким-то одним мерам – информационным, политическим, дипломатическим, экономическим или чисто военным. Должно противодействие быть тоже комплексно, осуществляться. Вот в этом были солидарны, так сказать, все участники. Другое дело, что действительно разные мнения, разный, так сказать, характер, в общем, оценок. Я благодарен своим самодораторам, и Василию Клавовичу Белозерову, который нас периодически так осаживал и имел, в общем-то, такой более, так сказать, сдержанный характер в отношении вот этой проблемы. Вот Андрей Минявов всегда нас, наоборот, более, так сказать, заводил, он идеолог был вот этой, так сказать, проблемы. Поэтому я еще раз благодарен, так сказать, за то, что круглый стол состоялся, носил такой полемичный характер, выступило порядка 15 человек. И особо благодарен с нашим западным партнерам, которые тоже приняли активное участие, порядка где-то 6-7 человек выступило из Австрии, из Польши, вот, из Прибалтики, из Греции, вот, которые действительно являются в какой-то степени родоначальником вот этой подхода к гибридным войнам. Но они выразили солидарность с точки зрения того, что сегодня действительно характер угроз, который сегодня мы видим в Сирии, на Украине, вот, и прочих, конечно, он требует того, чтобы этой проблемой занимались и изучали. Спасибо большое за внимание. Спасибо, Владимир Владимирович. Спасибо. Слово предоставляется от круглого стола политическое конструирование будущего, теория практика Сергею Феликсовичу Черняховскому. Пожалуйста. Уважаемые коллеги, я сразу фиксирую все благодарности организаторам Конгресса, самодераторам и участникам круглого стола. И, наверное, круглый стол все-таки состоялся. И главное, что он обозначил, это то, что мы не едины в понимании вообще того, что считать будущим, не образом будущего, а есть разные точки зрения по поводу того, рассматривать как будущее то, что должно наступить после, скажем, очередной конституционной реформы или рассматривать как будущее тот мир, который мы хотели бы создать, в котором хотели бы жить. И отсюда, собственно, основными проблемами были следующие проблемы. Ну, во-первых, мир будущего есть лишь продолжение сегодняшнего дня, либо мир будущего есть то, что мы хотим сознательно создать. Мир будущего – это продолжение сегодняшних тенденций, и этим занимается прогностика. Или мир будущего – это тот мир, закономерность которого мы хотели бы утвердить сами. И этим занимается политическая философия. Говорили о роли утопии, понимаемой не как только ненаучной, а именно как научная категория. Говорили об инструментах исследования будущего. И, наверное, вот здесь определяется несколько принципиальных моментов, которые выявились, они просто отразили существующую проблему. Мы должны рассматривать мир, как мир, которому мы подчиняемся и следуем исключительно его закономерностям, подчиняя себя ему и готовясь видоизмениться любым образом. Либо мы относимся к миру как к тому, что мы готовы менять, при этом сохраняя его базовые ценности и латентные образцы, созданные до нас, и при этом еще сохраняя собственную человечность. Потому что здесь есть две развилки. Менять мир, разрушая базовые латентные образцы и ценности, или сохраняя, либо менять мир, теряя человечность, либо сохраняя человечность. В любом случае, в чем, наверное, все оказались едины, что это те проблемы, которые все больше будут актуализироваться, что, наверное, нужна некоторая институализация этих направлений исследования. И то, что, вот как мне кажется, я говорю сейчас уже о личном своем мнении, в конечном счете все политические институты и все правовые нормы существующие в обществе, оказываются недетерминированными. То есть, в конечном счете, те смыслы, тот образ будущего, те ценности и те цели, которые мы будем закладывать, они подчинят себе любые институты, любые формы и любые законы. И поэтому центральный вопрос, в конечном счете, сосредотачивается вокруг целей и ценностей, то есть идеологии нового века, и вокруг того, готовы ли мы встретиться с будущим и создавать его. Ну и хотелось бы, чтобы вся эта тематика нашла некое продолжение. Звучала мысль о том, что, может быть, нужна отдельная конференция общества, посвященного именно этой теме, и, может быть, нужны какие-то моменты секционно-деятельностной структуализации и институализации данного направления в рамках работы общества, российского общества политологов. Спасибо. Спасибо, Сергей Филисович. От круглого стола процесса интеграции и дезинтеграции в современном мире слово представляется Анатолию Ивановичу Костину. Пожалуйста. Ну, я вам скажу, что очень интересная тема, особенно в условиях, когда, собственно, подвигается сомнению вообще, так сказать, сам процесс глобализации и интеграции, так сказать, в этом мире. Один уважаемый товарищ мне сказал, ну, какая там интеграция? Международная система разорвана в клочья, а вы говорите, что глобализация и интеграция. Но надо сказать, что вот люди, которые участвовали в нашем круглом столе, они убедительно показали, что есть вообще процессы интеграции, причем надо сказать, что это не какие-то пожелания, предпочтения. Дело в том, что проект глобализации либеральной, который я представил, он был упрощенно сделан как, ну, создание такой глобальной деревни. Оказалось, что процесс идет намного сложнее, и глобализация идет через создание интеграционных систем. И в этом смысле появляется проблема изучения этих интеграционных систем. Наверное, будущий мир будет интеграционно-конфортационный, в котором различные, так сказать, интеграционные системы будут пытаться соседствовать друг с другом и взаимодействовать на благо, так сказать, собственного и народов, и человечества в целом. Поскольку глобальные проблемы никто не отменял. Можно не сотрудничать по этим вопросам. Тогда всем плохо. Или сотрудничать и становиться легче жить. Ну, надо сказать, что наш круглый стол, так сказать, было заявлено 13 выступлений. Мы посчитали, что час 45, если с кофе-брейк еще посчитать, достаточно так, чтобы выступили с хорошими докладами люди, которые хотели выступить. И хотели у нас выступить 6 человек. И, так сказать, они все с очень интересными докладами выступили. Я им всем благодарен. Надо сказать, что очень большую, хорошую, такую организующую роль играла профессор Либелев, которая была со-модератором на этом, так сказать, круглом столе. И надо сказать, очень интересные вещи рассказывали в своих выступлениях люди о конкретном реализации задач интеграции. Например, особое внимание делилось Евразийскому союзу. И надо сказать, что оказалось не только сами проблемы экономические, политические, цивилизационные и прочее, но и геополитический контекст интеграции очень важен. Вот у меня были раскрыты проблемы взаимодействия с попытками включить, так сказать, азиатские республики в свой, так сказать, объект влияния китайских наших товарищей, которые, так сказать, очень активно взяли за наследство Советского Союза на Средней Азии. И, так сказать, сложности, которые характерны для Киргизии, для Таджикистана. Я, так сказать, многие вещи даже узнал впервые, потому что по существу ведь и китайские рабочие, которые делают, так сказать, железную дорогу, очень важную для Киргизии, они все, так сказать, из военных. И, так сказать, утверждают фактически, де-факто, ну, свое присутствие, так сказать, помогая в интеграции и в каких-то экономических вопросах. Мы чаще всего этого не знаем и, так сказать, ну, не включаем понимание, что это сложнее процесс практически, чем в нашей чистой теории, так сказать. Ну и еще, так сказать, один момент хотел бы подчеркнуть. Вообще для того, чтобы успешно шла интеграционные и организовывались интеграционные системы, ядро интеграционных систем должно привлекать все страны, которые в эту интеграционную систему входят. Оно должно быть выше. Вот у нас, знаете, в Советском Союзе была такая идея, надо поднимать окраины до центра. И так поднимались, что центр стал ниже всех окраин. Надо же понимать, а зачем тогда окраинам нужен центр, если он не привлекает. В свое время, когда я об этом говорил еще в Советском Союзе, да, мне говорили, ну, что-то просто как контра, так сказать. Это же неизменная, так сказать, истина, которую я еще, так сказать, постулировал. А на самом деле, посмотрите, что получилось с Советским Союзом. Те, так сказать, вещи, которые были, игнорировались, привлекательность центра, собственно, служил негативную роль. Ну и в этом смысле наша интеграционная система, которая вот Евразийский Союз, она должна быть привлекательна Россия. И свою модель она должна делать такую, чтобы и себе было отлично, и другим привлекательно. Вот на этом выводе наших докладчиков я бы хотел заострить, пожелать им блестящих успехов в их научной судьбе. Они прекрасно выполнили свои задачи, выступили на нашем круглом столе. И, так сказать, поблагодарить организаторов за то, что мы этот круглый стол провели. Спасибо. Спасибо. Спасибо, Анатолий Иванович. Коллеги, хочу напомнить, мы договаривались о регламенте. Пять минут. Слово от круглого стола «Российские регионы в политическом пространстве. Актуальные вопросы регионалистики» представляется Александру Васильевичу Понеделкову. Пожалуйста. Пять минут. Уважаемые коллеги, ценя время и понимаю, что караул уже устал. Я хочу обратить внимание, что наша встреча на круглом столе пятом носила такой характер продолжения того, что мы рассматривали по решению расширенного Совета РОП от 2 июня после проведенного успешно в Ростове в конце октября 2-го Литвовического Конгресса. Поэтому в центре нашего круглого стола было обсуждение двух важнейших проблем. Прежде всего, нет необходимости в этом зале доказывать. Всем, все прекрасно знают, что любое управление опирается на три рычага. Власть, финансы, ресурсы и, самое главное, элита и кадры. Можно промотать и финансы, и потерять власть, если не будет тех исполнителей, кто будет это выполнять. Поэтому в центре обсуждения нашего круглого стола была проблема, связанная с круглым столом в прямом смысле элитология стратегии развития современной России. Поэтому я вот передаю ценя время ректору, всем остальным я уже давал, передаю журнал, где расписано это проведение. И так было записано, где записано. Продолжение будет в Казани. Спасибо. Поэтому я хотел бы буквально два слова сказать, что в процессе обсуждения акцент был сделан на проведение государственной кадровой политики. Кто будет решать эти проблемы? От этого будет зависеть. Поэтому я считаю необходимым подчеркнуть, что здесь были предложены многие варианты решения этой проблемы. Они будут в дальнейшем учтены. И я хотел бы, присоединяясь к всем тем пожеланиям, которые здесь были, благодарны слова, пожелать вам всем людям, которые организовали здесь, прежде всего присутствующим руководителям, здоровья, удачи. И помните всю жизнь, что надо выбирать сюда в жизни крупные цели. Крупные не промажешь. Всем доброго. АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Александр Васильевич. А на столе политики исторической памяти современной России слово представляется Владимиру Олеговичу Беклемешеву. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемые коллеги, не только как самодератор круглого стола, но и как представитель российского исторического общества, прежде всего хотел бы выразить искреннюю благодарность руководству российского общества политологов за тот весомый вклад в организацию нашего первого совместного мероприятия, которое позволило ему состояться. По счастью, первый блин не случился комом, и наш круглый стол, посвященный исторической политике, собрал представителей очень широкого спектра гуманитарных и обществоведческих дисциплин, а также специалистов, практиков, формирующих историческую повестку в своих регионах. На самом деле, разногой в докладах и острота дискуссии не позволяют мне сфокусироваться на каких-то конкретных научных выводах, однако мне кажется, что главный вывод, сделанный нашими участниками, заключается в том, что на нашем междисциплинарном поле необходима более плотная конвергенция между историками, политологами, социологами, психологами и другими коллегами, связанными с формированием историко-политической культуры. В связи с этим поступило предложение, предварительно поддержанное нашим председателем правления Сергеем Михайловичем Шахраем о заключении соглашения между российским историческим обществом и российским обществом политологов. Я напомню, что в настоящий момент российское историческое общество уже имеет определенный пол соглашения с российским географическим обществом, с ассоциацией юристов России, российским военно-историческим обществом и другими влиятельными профессиональными ассоциациями. Думаю, что шаг в сторону российского общества политологов будет для нас очень В рамках реализации этого соглашения мы готовы участвовать в организации круглых столов на полях грядущих конференций российского общества политологов, приуроченных к крупным датам отечественной истории, как-то 250-летие Николая Михайловича Карамзина, столетия революции, и, возможно, даже организовать некую проектную группу, куда вошли бы представители с обеих сторон для реализации более длительных мониторинговых аналитических проектов. Я считаю это очень важным и надеюсь на поддержку со стороны руководства РОП, поскольку сегодня, когда мы обсуждаем прошлое, мы прежде всего выражаем свою оценку настоящего и, возможно, даже формируем будущее. Спасибо за внимание. Спасибо Владимиру Олеговичу. Надо сказать, что еще до заключения соглашения, планируемого заключения соглашения с Российским историческим обществом, мы затеяли совместный проект, даже два совместных проекта. В декабре конференция, посвященная 250-летию Карамзина, политического философа, причем это совместный проект, это не на полях, это общий наш проект, и к столетию Великой революции. Вот заранее мы уже начали работать вместе, но впереди, конечно же, заключение соглашения или договора о сотрудничестве. А у Российского общества политологов есть договор пока что с единственной организацией, с Ассоциацией юристов России. И этот договор подпредсиняли почетный президент общества Евгений Максимович Примаков и Сергей Владимирович Степашин год назад, полтора года назад. Вот такая информация. Коллеги, следующий круглый стол – истоки развития современного состояния и перспективы российской политологии. От круглого стола выступает Олег Иванович Зазнаев. Пожалуйста, Олег Иванович. Уважаемые коллеги, работа круглого стола была организована вокруг двух ключевых вопросов. Первый вопрос – это современное состояние и проблемы российской политологии. И вторая группа вопросов – это современное политологическое образование, его состояние и те проблемы, которые связаны с этим. На нашем круглом столе было заслужено пять докладов. И очень приятно, что в работе круглого стола в качестве суммодераторов и активных участников приняли участие люди, которые стояли у истоков советской и российской политологии. Это академик Юрий Сергеевич Пивоваров и профессор Яков Андреевич Пляйс. На нашем круглом столе звучала очень такая… Мы говорили не столько о том, к чего мы достигли, сколько именно о тех острых проблемах, которые сегодня стоят перед российской политологией и перед политологическим образованием. И это было не такое самолюбование, а это был очень острый, очень серьезный и порой, так сказать, такой эмоциональный даже разговор. Но мы не только поговорили, мы в ходе работы круглого стола выработали определенные практические рекомендации, которые я хотел бы сейчас кратко огласить. Во-первых, участники круглого стола выразили озабоченность в связи с сокращением дистанционных советов по политологии, сокращением количества защищенных диссертаций по политическим наукам за последние годы, что, по мнению выступающих, не способствует развитию отечественной политологии. Второе. Необходимо продумать систему мер по привлечению талантливой молодежи в науку. Эти меры могли бы быть инициированы российским обществом политологов. Третье. Необходимо завершить работу по формированию профессиональных стандартов политолога. Четвертое. Необходимо откорректировать образовательные стандарты по направлению подготовки политологии путем включения в них правовых дисциплин. Пятое. Учитывая особую актуальность этнополитической проблематики для современной России, рассмотреть вопросы возможности включения дисциплины этнополитологии в базовую часть в ГОС-3+. Шестое. Ликвидировать жесткую привязку профессиональной компетенции к определенным видам деятельности в ГОС-3+, дать возможность ВУЗам самим формулировать определенную квоту профессиональных компетенций и сделать список профессиональных компетенций стабильным на ближайшие пять лет. Ну, я эти предложения передам в президиум. Большое спасибо всем участникам нашего круглого стола, которые проявили очень огромную заинтересованность. Спасибо. Спасибо, Олег Иванович. Спасибо большое. Спасибо. Коллеги, мы завершили выступление со-модераторов, которые представили информацию о работе секций, круглых столов. были достигнуты серьезные результаты, и наше российское общество политологов, которое включает в себя по преимуществу представителей академической политологии, преподавателей, научных исследователей, показали себя очень неплохими экспертами. Экспертами по злободневным проблемам внутренней и внешней политике России, международным отношениям. И вот в кулуарах, беседуя с многими нашими участниками съезда, пришла такая вот общая мысль о том, не создать ли в рамках нашего общества политологов такой структуры типа экспертного института, который бы объединял экспертов, актуализировал и позиционировал этих экспертов в медийном пространстве. Я думаю, эту тему можно сейчас так приподнять, подвесить, а потом и обсудить конкретно, может быть, уже в виде определенного проекта. Сейчас мы перейдем к следующему вопросу нашей повестки дня, а именно принятию резолюции, резолюции Второго съезда Российского общества политологов. Всем она роздана, эта резолюция, все уже имели возможность с ней ознакомиться. И я прошу, если у кого есть какие-то предложения, замечания, дополнения, эти замечания и дополнения озвучить. Пожалуйста, кто хотел бы выступить по резолюции нашего съезда? Андрей Юрьевич, в связи с тем, что мы делали предварительную рассылку, и данный документ опирается на мнения, которые приходили при подготовке, есть предложение принять документ сейчас за основу, потому что этот зал, зал всех писателей, да, и если мы сейчас побежим по запятым, мы можем, честно говоря, погрязнуть в частности их, потеряв сущность. Поэтому коллеги, наверное, не будут возражать, если мы в целом примем данный документ. Коллеги, как? Может быть, так и поступим? Мы примем в целом этот документ, и дальше будем по нему работать, а все конкретные предложения будем оценивать, аккумулировать в рабочем порядке. У нас будет заседание и Совета Российского общества политологов, и Президиум будет заседать, и ваши информации, ваши предложения никуда не пропадут. Могу я поставить на голосование резолюцию в целом? Кто за то, чтобы принять резолюцию съезда? Кто за? Спасибо. Кто против? Против? Нет. Воздержались? Тоже нет. Таким образом, резолюция Второго съезда Российского общества политологов принимается. Принимается к исполнению. Коллеги, есть необходимость вручить благодарность Зорину Владимиру Юрьевичу, нашему модератору, члену Совета Российского общества политологов. Для вручения благодарности приглашается сюда на сцену Кашав Шамиль Равильевич, заместитель главного редактора журнала «Ислам в современном мире». Пожалуйста. Уважаемый президент Мухтарин Равкатович, уважаемые делегаты, участники прекрасно завершившегося съезда Российского общества политологов, позвольте мне передать вам слова приветствия от муфтия Шейха Равиля Гальмудина, председателя Духовного управления мусульман Российской Федерации. Он просил передать вам слова искреннего братского мусульманского приветствия «Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва бракятух», что означает «Мир вам, довольствие и мое силы Ишнего». В первый день проведения Конгресса мы убедились в том, что к нашему мероприятию, который в своем приветствии Мухти Шейх Равиль Гальмудин назвал важным историческим событием в масштабах всего российского государства, мы с вами имели возможность убедиться, что свое высокое внимание к этому мероприятию обратили и Святейший Патриарх Руси Кирилл, и Мухти Шейх Равиль Гальмудин, и представитель Духовного управления мусульман Республики Татарстан. Это свидетельство того, что сегодня религиозные элиты, духовные элиты, лидеры, которые сегодня ведут российское мусульманство к не менее для нас заветной цели формирования общей единой российской нации, как никогда актуально. И мне очень важно сегодня эти слова произнести в этом зале, поскольку я одновременно являюсь и выпускником аспирантуры кафедры политологии и политического управления Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы. Моими учителями и наставниками были профессор Шабров и Лидия Николаевна Тимофеевна. Мне также приятно это сказать, потому что я являюсь выпускником Казанского государственного университета имени Ульянова Ленина. И сегодня я вижу, как все соединилось по воле Всевышнего Творца, что я стою сегодня перед вами здесь. Позвольте мне сердечно поблагодарить вас, уважаемых российских политологов, за то, что вы своим экспертным сопровождением помогаете сегодня российской уме находить непростые ответы из еще более сложных вопросов. Вы прекрасно знаете, что именно здесь, в Болгарах, возводится Болгарская Исламская Академия. Задача, поставленная Владимиру Владимировичу Путиным, нашим национальным лидерам, воссоздание Отечественной Школы Мусульманского Богословия решается здесь, в сердце российского мусульманского мира. Духовное управление мусульман Российской Федерации активно участвует в этом, реализуя российскую программу возрождения исламского образования вместе с нашим замечательным вузом-партнером, Казанским федеральным университетом. Вы, российские политологи, составляете самую надежную опору в нашем журнале. Сегодня на ресурсах появилось интересное наблюдение, что целая дюжина делегатов, участников этого съезда входит в редакционный совет, редакционную коллегию нашего журнала и даете возможность нам заниматься нашими вопросами, проблемами при вашем экспертном сопровождении. И, конечно же, очень важно, что муфти-шейх Равиль Гаймудин просил передать слова благодарности всем политологам, которые принимают участие также и в курсах повышения квалификации наших российских имамов. И слова благодарности сегодня позвольте выразить от муфти-шейха Равиля Гаймудина Владимиру Юрьевичу Зорину за развитие сотрудничества между духовным управлением мусульман и институтом, в котором он занимает пост заместителя директора за развитие наших отношений в реализации программы образовательной по направлению государственных конфессиональных отношений. Это благодарность от Совета Духовного управления мусульман и члена Совета Препрезидента Российской Федерации по взаимодействию с религиозными объединениями. Спасибо большое, Истинец. Коллеги, спасибо большое. Я хотел бы поблагодарить здесь уже и выступавшие коллеги от секций, от круглых столов выражали глубокую благодарность руководству Республики Татарстан, выражали глубокую благодарность университету Казанскому, его ректору Ильшату Равкатовичу Гафурову. Это действительно очень такая дружная коллективная работа, работа профессионалов, которая привела к очень важным результатам. Мы сделали, выполнили наши задачи, которые стояли перед вторым съездом. Большое спасибо вам, Ильшату Равкатович, за такое дружное, профессиональное взаимодействие. Коллеги, прежде чем предоставить слово Ильшату Равкатовичу, я хотел бы договориться вот о чем. Дело в том, что у нас сложились очень интересные дискуссии, сделаны очень интересные доклады, и их надо очень быстро подготовить к изданию. Вот если мы возьмем месяц для подготовки и представления итоговых текстов, для публикации, это будет разумно, коллеги? Договорились. Тогда мы берем месяц для того, чтобы подготовить и сдать в Российское общество политологов, в исполнительную дирекцию эти материалы, и дальше общество как можно скорее издаст эти материалы с символикой нашего Казанского съезда. Мы обязательно, обязательно передадим эти материалы и тем, кто нас на нашем съезде поприветствовал, и президенту, и другим руководителям нашей страны. И эти материалы, как мне кажется, должны быть доступны и использованы нашим экспертным сообществом, не только политологами, но и представителями других общественных дисциплин. Координатором этой работы будет Игорь Иванович Кузнецов. И я попрошу, Игорь Иванович, организовать эту работу как можно более оперативно. Мы очень хотим в рабочем порядке, мы очень хотим быстро издать материалы нашего съезда и их пропагандировать. Нельзя, не нужно бояться этого слова. Сейчас с большой радостью и благодарностью я предоставляю слово Ишафту Равкатовичу Гафурову, ректору Казанского Приворского федерального университета. Пожалуйста. Спасибо большое. Добрый вечер, уважаемые коллеги, друзья. Вы знаете, вот в последнее время в стенах Казанского федерального университета проводится достаточно большое количество различных уровней мероприятий, научных, околонаучных, политических. Но данное мероприятие, оно особенное. Даже по ряду причин. Ну, во-первых, я редко вижу, что на заключительном этапе было примерно столько же людей, сколько бывает на открытии мероприятия. Это говорит о том, что тема обсуждаемая была достаточно интересной и никого не тянуло раньше времени уехать. Второе, что бросилось в глаза, это востребованность всего того, что вы делаете, поскольку участвуя и на открытие съезда и вот в данный момент на его закрытие, по темам обсуждаемым можно сделать один вывод, что, во-первых, политологи у нас очень востребованные люди. Это прозвучало и Иисус Владимир Иванович, и Фарид Харилович. Правда, когда коснулись вопроса непосредственно заказа, как-то сказали, что, вот вы знаете, и вы, и мы бюджетные организации, поэтому давайте внимательно подумаем. Третий момент – это, конечно же, большое количество людей, которые занимаются как бы отниму тем же, но на разных уровнях. Я имею в виду академическое наше сообщество и людей, практикующихся. И последнее, наверное, на чем бы хотел акцентировать внимание – это очень сильный интерес средств массовой информации ко всем тем проблемным моментам, которые здесь обсуждаются. Это, видимо, тоже связано как раз с востребованностью обсуждаемых тем и большой интерес и обывателей. Вот когда я вчера пришел, я думаю, спрашивают, ну чего там говорили, куда мы пойдем? Понятно то, что произошло, и как раз совпадение данного съезда по периоду с теми выборами, которые в Америке произошли, и теперь все обсуждают. Как будто это вот самая главная тема и нашей жизни тоже. Чего там, что будет Трамп, где будем мы, как мы будем сотрудничать, где мы будем враждовать. И сегодня утром я уходил на работу, и мне говорят, ну ты, наверное, опять встретишься. Я говорю, да, наверное, я уж до заключительного этапа буду рядом. Домашний спрашивает, ну ты все-таки спроси, как мы будем дальше жить, и можем ли мы сейчас выезжать, либо не выезжать. То есть я клоню к тому, что почаще приезжайте, обсуждайте разные уровни темы, это интересно. И молодежи, которые должны нам на замену прийти, и интересно тем людям, которые не имеют абсолютно никакого отношения к академической жизни, мы очень интересуемся политикой, поскольку политикой интересуются сегодня все, начиная от детей, заканчивая летни преклонного, старшего возраста. Поскольку всем кажется, что мы не только на выборах должны все эти дела обсуждать, но и вот в обычной нашей жизни. Поэтому появились уже новые анекдоты, правда, о нашем съезде анекдотов нет. Я очень благодарен за теплые слова, сказанные в наш адрес, в адрес нашего руководства республики. И, вы знаете, я в завершение хочу сказать, чтобы вы почаще приезжали, здесь говорилось, что вот у нас столичные вузы есть, есть региональные вузы. Мы бы хотели, чтобы вот эти границы, разделы, они постепенно уходили в исторический аспект. Поскольку республика Татарстан, там, вы знаете, тоже особенная республика, и есть много проблемных моментов в нашей истории, и есть желание сделать определенные точки роста, но до этого нужно тоже иметь очень четкое обоснование всех наших действий. Большое вам спасибо за то, что нашли возможность и приехали. Как вчера Фарид Схарел сказал, мы приносим свои извинения, может быть, за некоторые непогоду. С другой стороны, мы благодарны то, что вот есть эти проблемы, ибо все равно все, кто хотел, те приехали, но все участвовали во всех круглых столах и на всех мероприятиях, поскольку если бы на улице было тепло и ярко светило солнце, может быть, не так бы полон был зал. Виктор Ахмад, счастливой вам дороги, я желаю вам успехов, удачи и хорошей дороги. Спасибо, спасибо, Илья Шадрофаилович, за теплые слова в адрес нашего съезда. Следующий, третий съезд Российского общества политологов пройдет в 2018 году. Регион вы узнаете попозже. Тема этого съезда политическое и политологическое образование в России. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok